Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг. 10 основных фактов. Подписка, пожалуйста, незамедлительный и какой-нибудь необидный комментарий». Этот обзор записан при поддержке наших партнеров семейной экофермы «Ростки», которые занимаются полным циклом производства видграсса, революционного сока из ростков пшеницы. Ребята проводят много научных исследований и делятся результатами в своем блоге. Подробности по ссылке в описании. Факт номер один – вред клейковины. Глютен или клейковина – растительный белок, склеивающий крупицы муки. Именно им обеспечена пластичность теста. Употребление глютеновых продуктов негативно сказывается на работе мозга. Организм вырабатывает меньше антиоксидантов, витамина С и А, которые необходимы для мозговой активности. Больше жиров – меньше углеводов. Согласно распространенному мнению, жирная пища – враг фигуры. Исследование, в котором больше всего похудели испытуемые, употребляющие 60% жиров, 30% белков и всего 10% углеводов, перевернуло диетологию с ног на голову. Низкоуглеводная диета работает, главное выбирать правильные жирные продукты. Фруктоза не полезнее сахара. Несмотря на то, что глюкоза не повышает инсулин, она также вредна, как сахар. Злоупотребление фруктозы вызывает жировую болезнь печени и сопутствующие проблемы. Диета времен палеолита. Длительность жизни возросла, но смертность от неинфекционных болезней по-прежнему высока. Доисторические предки добывали пищу, богатую жиром и сахаром. Согласно подсчетам, три четвертых рациона доисторического человека составляли жиры и всего 5% углеводы. Пятый факт. Кликовина не всегда была вредной. Люди испокон веков употребляли зерно. Почему оно вдруг стало вредным? По мнению Перлмуттера, причина в отличие современных и древних зерновых культур. Благодаря скрещиванию сортов и генной инженерии выращиваются сорта, содержащие глютен на 40% больше нормы. Шестой факт. Что общего между булочкой и опиатом? После съедения хлебобулочного изделия человек ощущает прилив силы удовольствия. Это не иллюзия, а физиология. Кликовина расщепляется на полипептиды, они проникают в мозг и связываются с рецепторами, которые отвечают за получение удовольствия. На эти же рецепторы влияют наркотические вещества. Безглютеновая диета против СДВГ. Исключение глютена позволяет повысить уровень концентрации внимания, стимулирует мозговую деятельность. В практике Дэвида было много случаев, когда благодаря диете у пациентов исчезал даже синдром Туретта. При нарушениях нервной системы важно провести обследование кишечника на предмет непереносимости клейковины. Восьмой факт – голодные времена. На работу мозга уходит 22% энергии, хотя его вес занимает всего 2,5% массы тела. Когда пища не поступает, накопленные жировые отложения превращаются в топливо. Ограничение калорий путем недолгого голодания позволяет поправить здоровье. Движение тела полезнее для мозга, чем книги головоломки. Физические упражнения полезны не только телу, но и мозгу. Во время нагрузок стимулируется генетическая структура. Доказано, что занятие аэробикой помогает восстановить память пожилым людям. Заключительный факт – правила золотой середины в питании. Среди запрещенных диетологами продуктов можно встретить шоколад, вино, кофе. На самом деле для нормальной деятельности кишечника нужно есть разнообразную пищу, но в разумных количествах. Даже алкоголь показан для снижения риска деменции и заболевания сердца. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании, сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг» вместе с «Читай быстро». Субтитры создавал DimaTorzok